друзья всем привет заказывал не так давно вот такой комплект для своего фрезерного станка это комплект с набором цанг и ключом для открытия вот такого патрона под санги давайте это все дело распакуем и посмотрим как она устроена и в каком виде это все пришло довольно таки неплохо это выглядит все упаковано в пленку я уже ключ достал на нем даже присутствует маркировка что это er25 весь комплект у меня под конус лоза 3 и под танки er25 тут танк у нас 9 штук от двух миллиметров до 16 миллиметров сам вот этот санговый зажим он весь в масле довольно таки неплохо выглядит за исключением вот некоторых видно такие уже следы коррозии возникают но в общем и целом это упаковка в принципе неплохая также хвостовик у него под резьбу м12 сейчас мы это все вставим в станок попробуем посмотрим как она сидит закрепим шомполом и включим покрутим также заказывал еще дополнительно вот такой вот конус переходной это также конус может 3 или как китайские китайская аббревиатура это мт3 исполнение б также все в масле хвостовик у него под м12 резьбу и еще что заказал небольшой комплектик вот таких центровок заказывал все на всем известном китайском сайте ссылочки ну если кому будет интересно найду выложу под видео но в основном это не первый такой подобный обзор на ютубе который сейчас делаю я каких-то нюансов наверное сильно я не особо расскажу но тем не менее покажу что пришло и похвастаюсь тем что у меня есть вот еще такой патрон для сока для него вот этот переходник который до этого показывал он и нужен патрончик довольно таки хороший также зажимает сверла от 1 до 16 миллиметров присутствует небольшой люфт на губках а в остальном довольно все плотно сидит вот сюда у нас устанавливается вот этот переходной конус и далее это все дело вставляется уже шпидель фрезерного станка сейчас у меня в станке зафиксирована вот такая вот торцевая фреза диаметром 80 миллиметров снял я фрезу она наборная из пяти пластин таких вот пятигранных диаметр 80 повторюсь единственное у нее вот эту хвостовик под резьбу м14 вот шпилька шомпол м14 в моих же новых зажимах и патроне резьба м12 так давайте с патрончика начнем уже радует то что с конусом я не промахнулся сейчас у меня шомпола нет надо будет подготовить или шпильки сделать или нарезать из какого-то более-менее нормальной стали конструкцию вот такую установил с индикаторной стойкой вставил центровочку в патрон патрон закрепил так ну что включаем но если я правильно понимаю то биение порядка десятки миллиметра для патрона вполне считаю это нормально сейчас попробуем сделать то же самое с цанговым зажимом посмотрим насколько он будет точно работать сначала давайте соберем цанговый вот этот зажим открутим гайку шлифованный там конус как и должно быть диаметр центровки 12 миллиметров подберем цангу под соответствующий диаметр вот у нас санга так сначала наверно вот сюда потому что тут есть поясок как и на всех цанговых зажимах вот он цангу вставили теперь она тут немножко зафиксирована и далее просто по конусу она центрирует центруется и закручивается все немножко ослабим ставим нашу центровку немножко сделаем выпуск все и зажимаем проверим заодно и ключ ключ идеально ложится так открутили а так зафиксировали так пока что в наборчик мне очень нравится так перейдем теперь к станку опять ну что попробуем вот это уже другое дело бьение в пределах двух соток с этим уже можно работать ну что круто друзья я доволен давайте подведем небольшой итог по большому счету хоть я и не начал еще работать с этим комплектом но вот он уже нравится он отдельно запакован в такой вот кейс небольшой пластиковый в нем значит также можно хранить и ключ и цанги все на своих местах что касается патронов и цангового зажима патрон сам по себе тоже неплох в работе мы это все дело еще проверим то есть в качестве сверления он выполнит свою функцию биение как мы убедились порядка десятки миллиметра что касается вот цангового патрончика вот этого зажима тоже очень хорош все у него отшлифовано все смазано никаких ржавых моментов я особо не обнаружил за исключением вот тут некоторых точек но это все в ходе работы я думаю устранится со временем само биение у моего конуса порядка двух соток ну там колебалось если видели это одна две сотки вполне неплохо я считаю ну что друзья на этом пожалуй все на сегодня кому понравилось ставим лайки оставляем комментарии всем счастливо и до скорых встреч пока пока